Если верующий человек, мусульманин, не примет какую-то книгу, посланную какому-либо пророку от Бога, если не принимает какого-то пророка, то этот человек становится неверующим и ему, как вы говорите, анафема. Так я не имею права не принимать слова Иисуса, которые были даны от Бога. Я принимаю их все. Но я сейчас говорю о том, что в некоторых переводах может быть какие-то слова, например, какие-то искажения. Я об этом говорю. Да откуда вы знаете, когда переводили лучшие переводчики, сравнивали с греческим, с латинским. Четыре духовные академии переводили. И арабский язык там проверяли как. И вдруг, а может неправильно, перевод неправильно. Это сатана такие мысли дает. Перевод русский самый лучший в мире за 2000 лет. Нет. Я его сравнивал на разных языках. Отец Игнатий, я не спорю с вами. Я не имею права. Я вас очень люблю и уважаю. Вопреки всем этим переводам и всему, все равно. Заметьте, Самиря, дорогая, я вашу книгу никогда не крикую, не трогаю и ничего не вырезаю. Потому что это не моя книга. Зачем в Библию лезут те, которые не верят в них христиане? Мы верим в это. Мне это Богом открыто, Духом Святым. Здесь абсолютная правда. Я не лезу в жизнь христиан, не дай Бог, с плохими намерениями. И никогда, не дай Бог, и не залезу. Потому что есть такие слова в Коране. Нету религии насилия. Нельзя никого заставлять менять свою веру. Это неприлично просто. Это бестактно. Вера — это от Бога. Человек верит столько, сколько ему Богом дано. Как можно заставить его верить во что-то? Просто мы начали говорить о моем отношении к тому, что Иисус — это Бог или нет. Я сказала, что вот я не понимаю его как Бога. И все. А остальное все нормально. Слава Богу. Отец Гнадий, благодарю вас. Ради Бога, простите, если я чем-то вас... Да никак. Не надо даже эти слова говорить. Любая обида — это не христианское дело. Мы рассуждаем так. У меня в Библии написано, я от нее не отступаю никуда. Так написано. Я чужую книгу не ведаю, не трогаю никакие. Для меня Евангелие. По нему Бог будет судить. Правильно. Все правильно. Теперь открой двенадцатая глава. Открой Евангелие Тиана. Двенадцатая глава, сорок восьмой стих. Двенадцатая глава. Да, она там числа. Атиана, двенадцатая глава. Сорок восьмой стих. Открыли. Какой стих? Сорок восьмой. Сорок восьмой. Вот сорок восьмой стих. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Это Иисус говорит. Если Он не Бог, как Он может судить? А Он говорит, я и Отец одно. Смертный человек не может это говорить. Читайте. Десятая глава, тридцатый стих. Евангелие Тиана. Десятая глава, тридцатый стих. Не, Он, Отец Игнатий, Он же не сказал, что Он судьей будет. Ну, считайте. Прямо говорится. Он сидит на престоле. На престоле сидит. От лица, которого бежало небо и земля. Прямо написано. Ну, да. Потом Он дальше говорит. Ибо я говорил не от себя. То есть Он говорит, что я не Бог. Я не от себя говорил. Но пославший меня, Он дал мне заповедь. Так, десятая глава. Смера, послушай. Просчитай. Евангелие Тиана. Десятая глава, тридцатый стих. Десять тридцать. Я бы не послал Бог. Ну, что я не Бог. Так, десятая глава. Тридцатый стих. Иоанн, десятый. Десятая глава, тридцатый стих. Десятая глава, Иоанн, тридцатый стих. Вот. Да. Здесь написано «Я и Отец одно». Ну, как может смертный человек сказать «Я одно»? Он одно с ним. Одна власть. Ну, не заодно. Да, в смысле... Нет, он не имеет в виду, что... В смысле, он Бог. Он говорит «Я за одно». В смысле, то, что Бог говорит... Уже добавляешь... Две буквы добавил, уже по-другому. «Одно». «Одно». Ну, вот я что говорю. Попробуйте на минуту так остановиться. Ничего не противоречить. Мы православные христиане. У нас Бог один. Единобожие. Но этот Бог в трёх лицах. В трёх лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они разные и в то же время единые. Отец Игнатий. А как это, Отец Игнатий? Да никто не знает. Миленькая ты моя. Не, ну как бы ты не знает. Отец Игнатий, ну вы же должны знать. Никто этого не знает. Это нельзя понять. Ну, ты знаешь, где Бог... Ну, если не знают... Отец Игнатий, если не знают, значит, что-то проблема какая-то есть в познании. Да, проблема. А вы знаете, кто такой ваш Бог? Вы его видели? А Бога никто никогда не видел. Правильно. Его только в раю можно увидеть. А почему не можно увидеть его? Потому что он нематериален. В материальном мире материальными глазами Бога видеть невозможно. Вот в духовном мире, в Царстве Небесном, мы с вами его увидим, дай Бог. Божество нигде никто не увидит. В том образе, в котором в лице Иисуса Христа только. Он никак по-другому. Он не может быть виден. Потому что скорость света... Ты уходишь от меня все время. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Знаешь это? Ну, это я могу забыть. Это не обязательно помнить. Это обязательно. Обязательно. Послушай, что дальше. Так сегодня обнаружены галактики. Вот с 300 тысяч километров в одну секунду протекает свет. Галактики обнаружены, которые отстоят от Земли на 4 миллиарда лет. И всюду Бог. Бог бесконечен. Его нельзя не верить никак. Отец Игнатий, вы можете на секунду обратиться к Медине и спросить ее отношение к тому, что вы сказали? Вот десами, устами младенца глаголят истину, говорил Иисус. Она уже известна. Дайте истину. Он говорит, ну хорошо, Евангелие от Яна 14,6. Прочитай. Прочитай. Евангелие от Яна 14,6. 14,6. 14,6. А я где-то очень просто скажу что-нибудь. Ты же знаешь тоже. Иди сюда, Балла. Иди, мой хороший. Извиняйся. Почитай это давай. Считай. Вот Иисус сказал. Читай, Балла. Ты же знаешь, что он сказал? Иисус сказал ему. Я есть путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот и все. Никто не придет. Правильно. Я верю тоже, что если бы не поверили Иисусу, никто никогда бы не мог сказать, что Бог есть. Потому что Иисус проповедовал людям, что Бог есть. Он воскрешал мертвых. Воскрешал Иисус мертвых. Воскрешал? Да, конечно. Кто воскрешал? Вы назовите, кто воскрешал. Еще в природе назовите, кто был. А, так, нет, подождите. То, что он воскрешал, это по позволению Бога же он воскрешал. Он сам говорит. Он никого не просит. Он говорит, встань. И человек вставал. Лазарь, гляди вон. Не, это, отец Игнатий, я поняла. Я все понимаю. Вы просто привыкли так верить, и уже как бы невозможно. Знаете как? Просто мы оставим все это, и мы будем с вами любить друг друга дальше. Правильно, заметьте. Давайте, вот как вы говорите. Я неправильно, там правильно. Я в своей книге это все нахожу. Я эту книгу не критикую, повторяю. Ничего не выбрасываю. Ничего не добавляю. Перевод ее принимаю. Вы сразу здесь перевод неправильный. Тут передали неправильно. Видите, все у вас настрой такой. Отец Игнатий, подождите. Вы принимаете весь Курат, что там написано? Я не принимаю, не критикую. Я не принимаю. Потому что это не моя книга. Я не критикую, не принимаю, не оспариваю. А, ну так вы же сейчас просто говорили по Евангелии, мы читали, и поэтому я уже стала говорить. Зачем вам опровергать то, что написано в моей книге? Вопрос состоит один. Зачем? Это не на равных. Ну, это же не ваша только книга. Это моя книга тоже, Отец Игнатий. Но вы ее не можете толковать сами, когда она растолкована святыми отцами. Апостол пишет, все Писание Бога духовное, Петр пишет. Петр не такой? Ну, вот у нас мусульмане тоже, когда я им говорю, что Мухаммед это не Бог, они мне говорят, ты неправильно понимаешь Коран, ты неправильно его толкуешь. У нас, правда, не все мусульмане так говорят, но у нас есть такие, которые сидят и апостолам молятся. У нас же тоже есть апостолы и имамы, да, вы знаете, говорят. Они молятся имаму, молятся пророку Мухаммеду. И когда им говорят, что так нельзя, это грех, надо только единому Богу, Творцу молиться. Они говорят, ты неправильно трактуешь прав. Ну, вот, в общем, вот так, отец Игнатий, в сомнный день с нами разберутся, кто был прав. Ну, как прав? Хорошо, отец Игнатий, я вас не буду много задерживать. Подожди, не отходи, не отходи, сейчас будем читать еще. Подождите, хорошо, что у тебя хорошая ученица рядом. Сейчас будем читать. Да, 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 давай, 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 читай, положи, еще читай. С удовольствием, да хоть весь Евангелие прочитаю сейчас с вами. Не, 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 весь не надо. И весь Псалтыр прочитаю с удовольствием. Отец Игнатий. Сейчас записываю, я буду говорить. Мы тебя на вас очень любим, уважаемый, честно. Давай, что я буду говорить, то записывай. Ага, вы мне скажите, где главу я найду сейчас. Да, 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 да. Все внимательно. Первое Тимофею 3,16. Тимофею? Первое Тимофею 3,16. Это все Евангелие, вы говорите? Первое Тимофею, послание апостола Павла. Какое Евангелие? Первое послание к Тимофею. Три Тимофею, 16, 3 стих. А послание Павла, это разве не из Евангелия? Да, Евангелие 4. 4 Евангелия. Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Я понимаю, отец Игнатий, но они же все, это Евангелие, одна Евангелие же. Это Новый Завет называется, не Евангелие, Новый Завет. А Евангелие что вы называете, отец Игнатий? То, что написано по заголовку. Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, Марка, Луки. Все, больше нет. Давай, Первое Тимофею 3,16. Считай. Так, сейчас все надо найти его. Запомни хорошо. Первое Тимофею. Давай. Первое послание к коринфянам, это раньше? Позже, позже, дальше еще, к концу гони туда. Я никак не думал, что ты так не знаешь. Да, вот видите, упустили, надо было заниматься со мной, отец Игнатий. Ну, да ладно, теперь будем знать. Галла там, потом Ефесянок, да? Дальше, 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 там. Послание к филиппийцам. Дальше еще, Тимофея. Тимофея, 3,16. Послание к евреям. Это нет, перелеснуло далеко. Ага, сейчас, сейчас, секунду. Послание к Филимону. Тимофея, вот, нашла, нашла, нашла. Ну, все, видите? Давай. Спасибо. Простите, раздруга, извините, я долго. Ага, здесь что, я ищу какую главу? Повторить первую. А здесь, пожалуйста. Третья глава, 16 стих. Первого Тимофея. Мира вам, кто там есть, здравствуйте. Мира вам. Третья глава, какой стих? Шестнадцатый. Шестнадцатый, да. Все, я нашла. Все, Писание Бога. Вы не сказали, первого Тимофея повторить надо? Первого Тимофея, 3,16. А, второго Тимофея. Здесь все первое. Здесь шестнадцать. Видишь, давно я так все мечтала. Ну, первое Тимофея, 3,16. Беспрекословно. Значит, и беспрекословно. Великая благочестие тайна. Бог явился в оплоте. Как в оплоте? Воплотился. Он был невидимый Христос. А теперь от Девы Марии получил тело. Явился в оплоте. Явился. А вы же сами говорили только что, что Бог в оплоте никогда не мог. И Бога никогда никто не видел. Его никто не видел. Теперь тело его видит. Воплотился. Ну, тут описано. Зачем вы? Ну, считай прямо. Еще вы так привыкли топтаться в Марию. Так вот, я вам об этом и говорю, да, что перевод... Да ладно, я перевод... Мозги-то вам запудрили совсем. Я ваш перевод не трогаю. Зачем вы мой перевод гадите? Не пойму никак. Написано. Щетко ясно написано. Явился. Он явился. Показал себя ангелом, проповедом народов, приняв веру, в мире вознесся во славе. Теперь снова начинаешь считать... Да, здесь... Да, вы правильно говорите. Здесь говорится, что воплоти, то есть, Бог как человек был. Да, Бог явился во плоти. Здесь так говорят. Бог явился во плоти. Да. Ну, тут что непонятно-то? Явился во плоти. Не как-то явился. Бог был невидим, а теперь явился во плоти в лице Иисуса Христа. Я понимаю. Но ведь говорится, что Бога никогда никто не видел. А если Он был воплоти, значит, Его видели. По этому переводу. Я так затрамбовать в мозге, как будто у вас не голова, а булыжник. Явился. Уже написано. Отец Игнатий, дорогой, родной, смотрите, отец Игнатий. Вы верите, что... Вы только что сказали, что Бога никто никогда не видел? Когда не видел, пока не воплотился. Он показал себя ангелом. Ангелы Его не видели никогда. Ангелы впервые увидели Его в яслях. И сказал, слава Вышне Богу на земле, мир в человеках благоволения. Он показал себя Богом в лице Иисуса Христа рожденного. Чего таки... Нет, здесь не говорится, что в Иисусе Христа рожденного. Но говорится, что Бог явился во плоти. Ну, что они имели в виду? Ну, как явился-то? Через рождение? Как? Бог явился во плоти. Отец Игнатий, неправильно переверить. Почему вы не допускаете эту мысль? Зачем допускать? Это сатана будет так. Если будете проповедовать не так, то будет анафема. От сатаны это все. Смущение такое. Бог явился в Троице. Отец, Сын и Дух Святой. Кстати, Отец Игнатий, вот я Кришнаитов тоже читала в Гагангкиту. А они говорят, что Кришна явился во плоти. Ну, нам зачем этот пустот? Самир, зачем чужую блевотину собирать? Я вам говорю, чистую словесную оболоку. Ну, не надо Кришнаитов. Слово Кришна означает черный. Бесовщина. Сатана. Нет, нет, нет. Отец Игнатий, там, значит, пророк Кришна, вы знаете, может быть, читали, наверное, скорее всего. Это дьявол, дьявол. Это дьявол. Нет, 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 отец Игнатий, нет, зачем? Не надо, слушай внимательно. Отец Игнатий, зачем дьявол, а? Я говорю, что... Мы же верим вас в пророку. Ну, хорошо. Нету ни дьявола. Город Тура. Нет, нет, нет. Город Тура. Там мой духовный сын работает. Он священник. А там пришел к нему, там, из леса один, Руслан звать, он Кришна. И он постучал ночью. Он ему открыл, он электрод, этот Кришна-то, застрел ему в горло, ударил и ножичком голову отрезал. Меня, говорит, Кришна повелел тебя убить. Отец Игнатий, ну и что, если христиан и мусульман тоже есть головорезы? Это не значит, что не давать Богу. Вы сейчас посмотрите, каждый день показывают, сколько мусульман убивает христиан. В Индонезии везде фотографируют. Не, а при чем тут, отец Игнатий, при чем тут религия, при чем тут Бог? Мне тогда не надо трогать это. Я говорю, что по-разному можно. Но где бы ни были взрывы сегодня, вы же не скажете, что христиане. Я был в Беслане. В Беслане был. Кого? Детей взяли в заложники. Кто сделал это? Кришнаиты православные? Что? Жухар Дадаев не был. Кем он был? А Шамиль Басаев? А Хатаб? Ну, этого отрицать-то не надо уже. Мы прям совсем тогда никудышные. Отец Игнатий, мусульмане, это не мусульманство, это не ислам. И христиане, это тоже не являются законами Евангелия. Дорогая Саверина, ну вы сами понимаете, что это люди, они верят. Вот сейчас ты перейди в христианство, тебя убьют на месте. У них прямо говорится об этом. Ну, мы же говорим не о людях, мы говорим о людях сейчас. Хорошо. Запиши, запиши, одну книгу просчитаешь. Я осмелилась назвать его отцом. Напиши. Это мусульманка пишет. Я осмелилась назвать его отцом. Запиши. Это про кого она говорит? Это жена министра, министра Пакистана. Мусульманка. А зачем это надо читать, отец Игнатий? О, нельзя. Балтис, звать ее Балтис. Прочитайте. Я осмелилась назвать его отцом. Отец Игнатий, есть очень много мусульман, есть очень много христиан, которые делают такие пошлости. Ну, зачем мы будем о них говорить? Ну, это не о них говорим. Это жена министра, Самира, дорогая. Ну, что ты так боишься считать? Такая грамота у тебя. Прочитай. Это мусульманка говорит. Она рассказывает о своей жизни, как она бежала из Пакистана. Потому что повеление данное убить ее. Перед ней два друга, которые уверили, а во их зарезали. Прочитай. Это не помешает знать. Отец Игнатий, я лучше сейчас почитаю вот это. Книга «При мудрости Иисуса сына Сирахова». Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимайте и имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили, трудясь над переводом. Ибо неодинаковый смысл имеет то, что читается по-еврейски, когда переведено будет на другой язык. И не только эта книга, но даже закон, пророчества и остальные книги имеют немалую разницу. Отец Игнатий, имеют немалую разницу в смысле, если читать их подлинники. Это пишет человек о Ветхом Завете. Один человек, непросвещенный Духом Святым. Здесь перевод ввели четыре духовные академии. Знатоки языка, каких сегодня во сне даже не видели. Я беседовал с Александром Менем, природный еврей, энциклопедист. Хорошо, отец Игнатий, я не хочу от вас уходить. И вот мне очень больно, я очень хочу с вами говорить. Я надеюсь, что я с вами еще встречусь. Дай Бог. У меня сейчас время молитвы. Вы меня простите, я уйду на молитву. Можно, да? Да почему же, ребята? Что тут спрашиваете? Смотрите. Спасибо, отец Игнатий. Я надеюсь, что вы мне не откажете в чести еще с вами беседовать. Хорошо? Если Бог даст, конечно. Открой. Откровение 3.21. Просчитаем еще одно место. Откровение. Самая последняя книга. Откровение 3.21. Это какая? Последняя книга. Последняя. Называется «Откровение». Да, да, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Секунду, секунду. 3.21. 3.21. Субтитры сделал. Вот. Побеждающему дам сеть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Вот. Раз с отцом на престоле, это одна и та же власть. Да разве у Иса пророк будет когда на престоле? Да. Отец Игнатий. Да. Он говорит, я победил, как я победил, я сяду с отцом моим на престоле. Значит, их двое. А Иисус, да, и еще кто-то, кто его создал. С того, которому мы верим. Значит, это не одна личность. Не одна, и в то же время одна. Отец Игнатий, пожалуйста, не мучите вы меня. Ну, понимаете как, у вас никак зацеплено. Отец Игнатий, вы такой хороший, я вас очень люблю. Вы мой самый-самый лучший отец, но я вас очень люблю. Ну, так он сядет на престоле, на престоле. Еще раз, просчитай, 3.21. Правда, вы очень мудрый человек, очень хороший. Давай, просчитай. Самера, просчитай, 3.21. Кто говорит, побеждающему дам? С кого, говорит, со мной? Кто со мной? 3.21. Ну, побеждающему дам сеть со мною на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Вот и что? Ну да, он сел с отцом, с Богом. Ну да, одна власть. Ну да, я же об этом говорю, что это не одно лицо, это двое. Иисус, который сел с отцом, с Богом на престоле. Правильно, он рядом с ним. Потому что он избранный, он посланник Бога. Да мы же считали, что он говорит, я и отец одно. Отец одно. Он говорит, я альфа и омега, начало и конец. Началом и концом человек не может быть. Хорошо, отец Игнатий, мы продолжим, если нам Бог позволит эту беседу. Ну, очень-очень интересно. Правда, я так радуюсь. Маленечко, подожди еще. Прочитаешь сейчас вот это место. Внимательно. Давай, тихо-тихо, сейчас прочитаем мы филиппийцам откровения. Считаем. Откровение, первая глава, восьмой стих. Откровение, первая глава, восьмой стих. Спасибо вам. Вот давно я так не исследовала Евангелие, пусть меня Бог простит, да? Вы сделали доброе дело. Откровение. Восьмой стих. Я, Есмь, Альфа и Омега. Начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет в Сидежителю. Да, это Бог говорит, но не Иисус говорит. Это Иисус говорит. А здесь не написано же, что Иисус говорит. Ну, теперь ты, когда узнаешь, что это Иисус говорит, тогда уже спорить не будешь? Такого быть не может. Потому что, если бы это Иисус говорил бы, было бы здесь написано, Иисус сказал, я Есмь, Альфа и Омега. Он говорит, я Господь. Он сказал, мы просчитали, тринадцатая глава, тринадцатый стих. Отец Игнатий, дело в том, что в переводе с Иврита Господь имеет два значения. Одно как раб, Господь Бог, и Господь как учитель. В том значении, что Иисус говорил, я учитель, ну, это понятно, он был учителем, конечно. А в том значении, что он был Бог, вот это, ну, никак не получается. Потому что в другом месте он говорит, что я сяду с Богом в Царстве Небесном. Значит, он не Бог. Отец Игнатий, ладно, ну не ругайте меня. Все, я молчу. Смотри дальше, седьмой стих, считай, седьмой. Давай, ты сказала, где это, скажет, что это именно он. Давай, считай шестого стиха. Откровение... Откровение 1,5. Отец Игнатий, я... 1,5. Я молитву пропустил. Ничего, ничего. Сейчас мы тоже уходить будем. Считай 1,5. Откровение 1,5. Это Откровение 1,5, да? Да. От Иисуса Христа, правильно я читаю? Да. Который есть в детстве, верный, первенец из мертвых. Что значит первенец из мертвых? Первый воскресень, который не умирает. Первенец, первый. Ага. Ага. И владыка? И владыку царей земли. Это о Христе говорится, поняла? О Христе. Теперь Ему. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Ты веришь, что Иисус распятый был? А подожди, что Иисус был на кресте распятый. Веришь в это? Ну, вы знаете, вот если обратиться к Курану, да, вы говорите, что... Да зачем Курану, когда там другой человек еще? Вы не можете никак вылезти из этой ямы. Там не трогаем того пророка. Пусть он тот пророк хороший, но не умирал за грехи людей. Христос умер за грехи людей. Считаем дальше кровью своей. Нет, отец угнает, ты хорошая. Я не читаю дальше. Ну дальше, давай, кровью своею. И что? Сейчас, секундочку. Возлюбившему нас, омывшему нас грехов наших крови своей. И садировавшему нас царями и священниками, Богу, Отцу Своему, славы и держа во веки веков. Амин. Да, иди дальше. Все? Все, я все понимаю это. Все грядет с облаками. Все грядет с облаками. Грядет с облаками. Грядет с облаками. Узрит его всякие опыты, которые пронзили его. Что значит пронзили? Пронзили, то есть гвоздями прибили. Пикой Бог ему проломили. И они его увидят, эти распинатели. И он где? На престоле славы свои. Дальше. И дальше говорит. Я весьма альфа и омега. Ты говорила, где написано? Это означает следующее. Аминь да будет так. То есть истина. Аминь означает истина. И дальше. Он говорит. Я весьма альфа и омега. Начало и конец. А вы, говорит, где написано что-то? На того он о себе говорит. Начало и конец. Начало творения миру. И конец этого мира. Все в нем. Как же ты считала-то, миленькая? Нет, секундочку. Вы говорите, что это Иисус говорит? Я весьма альфа. Ну кто впереди-то написано кровью его? У Бога Отца крови-то нету. Он воплотился, чтобы умереть. Ну это же осталось позади. А здесь новый же стих. Да там подряд идет. Что-то новый стих. Теперь буквы считать будешь. Ты к евреям прочитай 2.14. Перед этим. Перед этим. Прочитай. Послание к евреям. Вторая глава 14 стих. Давай. Я послышная ученица. Видите? Хорошо, давай. 2.14. Чи не напоминает. Заклинание приз гос. Заклинание приз гос. К евреям 2.14. К евреям 2.14. Да. К евреям или к Тимофею? Да я к Тимофею не поминал. Ты то ли пьяная. Не, не дай Бог. Я же никогда в жизни не певал. Ну хорошо. Я говорю евреям. Два раза повторил. Нет, а может к Тимофею. Сатана как тебя путает. Отец Игнатий, у меня в детстве от шампанского глаза слезит. Я плакал. Так, слушай. 2.14. А только запаха. Давай 14. Считай. 2.14. Я, наверное, левит... Отец Игнатий, я, наверное, левитом родилась. У меня от запаха глаза слезит. 2.14, не пустословь давай, считай. Нет, не дай Бог. Давай, 2.14. Давай. 2.14. К евреям. Евреям 2.14. Да. А почему нету здесь? Ну как, перед откровением евреям, перед откровением. Чего ты как слепая? Не, не нервничайся, отец Игнатий. Ну, заучи хоть где заголовки-то искать. Вот, все, все. К евреям какая глава? 2.14. 2.14. 2.14. 4.14 стоят. Да. А как дети причастны плоти и крови? Правильно я читаю? Правильно. А как дети причастны плоти и крови? То есть мы, у нас плоти и кровь. Поэтому он что сделал? Ага. То и он также воспринял... Он воспринял через Деву Марию, стал видимой. Плоти и кровь стал обидимой. Надо это он божество невидимое было. И дальше... Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть он дьявола сразил, что предсказано было в раю. Еще непонятно. Он воспринял. До этого он был невидимый. А чтобы победить, ему надо было грех взять на себя. Об этом мы читаем первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Ища кровь грешного человека... Первое Иоанна, 1 стих. Первое послание Иоанна, 1, 7. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Как может кровь грешного человека... Кровь... Я понимаю, что... А здесь вы считаете, что я должна... Это самое, что делать? В крови... Я должна умереть от Христа, иначе ты погибнешь просто. А как можно... Все мусульмане верят в Иисуса. Ну, значит, мы с мусульманами беседуем. Я считаю... Говорю, считайте, 4.12. Нет другого имени под небом данного человека... Ты меня перебиваешь. Медина тоже верит в Иисуса. Вот она. Деяние 4.12. Я считаю Евангелие. Это Деяние. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А 3.36. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Не верующий в Сына Божия не имеет жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Вот как. Мы верим в Иисусе. Ну, то, что мы по-разному верим в них. Вы верите как в Бога, а я верю в Него как в пророка. Разница в этом. Ну, хорошо. Этот пророк умирал или нет, который наш Иисус Христос? Ну, конечно, умирал. Все люди умирают. Ну, у вас же написано, что он вознесся, а не умирал. Что ты выдумаешь-то? Нет, нет. Вот видите, поэтому я вам и говорю, что неправильный перевод. Я читаю на арабском. Там написано, что он умер. А вот... Ну, умер или распятый? Умер или распятый? Что написано у вас? Нет, там написано, что он не был распят. Он умер. А, вот в этом сатана. Заметь, когда распяли Христа, то его украли, будто бы ученики. Это говорили еврейские воины. Чтобы не воскрес. Нет. У вас наоборот. Он даже не умирал и не воскресал. Это хитрость сатаны. А сейчас, согласен. Жизнь, смерть, смерть, это кровью Христа спасаемся только. Он умер за наши грехи. И кровь свою пролил страданием на кресте. Меня он искупил. Все. На этом конец. Опять повисло. Я его не отвергаю, отец Игнатий. Хорошо. Давай. Очень много пророков умирали ради Бога. И они свои крови искупляли. Никого не искупляли. Никто. Не выдумай. Перестань богохульничать. Никто никого не искуплял. Такого не написано. Это написано только в 53 главе Исаии. Что он изъязвлен, он из грехи нашего. Ранами его мы исцелились. Это пророчество за 700 лет. О Христе. Это Христос Бог. Отец Игнатий, а что такое искупить грех людей? Как это можно искупить? Это невозможно, если в том понятии, что он уже умер, и после него все могут грешить, что ли? Нет. Это же невозможно. Он взял на себя грехи мира. Вот у нас в книге, это в Библии, 77 книг. Главная книга Иоанна, 3 глава, 16 стих. Это Библия в миниатюре. Прочитай. Третья глава Иоанна. Давай. Третья глава, 16 стих. А, сейчас читай. Да, сейчас прочитай. Евангелие от Иоанна, 3,16. Я тебе по-немецки прочитаю ее. Поймешь? А? Не, я немецкий не знаю. Зогат год девель гелит. Да сэрсайна нангиборна зонгап. А ута сэриди линь глауба нигферлорн верна. Зонгар да сэвегелебен габен. Да, ну вы знаете. 3,16. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 3,16. Называется Библия в миниатюре. Сердце всей Библии. 3,16? Да, 3,16. Есть, 3,16. Но слава Богу. Здесь есть. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Единородного. Всякий верующий в Него. Верующий в Него? Что? Не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий вер. А я верую в Иисуса. И я не погиб, но все мусульмане верят в Иисуса. Это грех большой, не верить в Него. Ну, хорошо. Первая глава. Открывай 29 стих тогда. 1,29. А потом смотрите. Отец Игнатий, смотрите здесь, что говорится. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог отдал Сына Своего. Да. Он отдал Его. Ну, здесь же не говорится, что Сын – это Бог. Как мог быть Сын Богом? Он сам себя как мог отдать? Ты сказала, как грехи может взять? Открой 1 глава 29 стих. Открой. В общем, они здесь переводы, конечно, постарались. Не надо переводы. Не надо переводы. Так надо. Испортили. 1,29. Прочитай. 1 глава 29 стих. Это что? Это что? Ивангелия Тиану. Ну, два листика назад только. И все. 1,29. 1,21. 1,29. Ну, ты что делаешь-то, а? Отец Игнатий, ну, не слышно. Вы с Сибири говорите. 1,29. 1,29. Вот сейчас слышно. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса. И говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ну, еще. Так я извиняюсь. Он чей Агнец? Ягненок. Ягненок. Который умер за грехи. Божественный Агнец. Я поняла. Значит, он Агнец Бога. Да. Того Бога, который его послал. Значит, он не Бог, а Агнец Бога. Он называет его, как взявшего грех. Зачем отрицать? Он и Бог, и Сын Божий, и Бога-человек. Это все он. У него 500 имен. С первого стиха. С первого стиха читать. А? С первого стиха читать надо, Иван Григорьевич Иоанн. А, ну да. Ну, давай первое стиха начни читать. С первого стиха. Володя подсказывает. Отец Игнатий, я уже пойду на молитву, я потом вам перезвоню. Все, давай, с Богом. Мира вам, с Богом, счастья вам. Мир Бог дает. Слава Вышли, Богу на земле, мир в человеках благоволения. Все. Аминь. Сколько же время-то уже.